Можно ли делать аборт? Кажется, какой простой вопрос. Конечно, вроде нельзя. Давайте для начала посвятим 30 секунд такой проблеме, как подмене понятий. Мы специально как будто придумываем такие слова, чтобы скрыть саму суть вещей. Аборт – это детоубийство, то есть это убийство ребенка. Поэтому давайте будем говорить именно так. Можно ли убивать детей? Я сразу скажу, что бывают такие случаи ужасные, когда, предположим, внематочная беременность. И ребенок уже в любом случае умрет, не может родиться. Но, соответственно, мы из двух зол выбираем меньшее. Ребенок убивается в очреве матери. Мать, кстати, переживает именно как убийство. Но для того, чтобы мать осталась жива. По той причине, что если ребенок не будет умерщвлен в очреве, то и мать тогда тоже умрет. Страшный, страшный выбор. Но, собственно, выбирая из двух зол меньше, мы это попускаем. Но, подчеркну, мама переживает это как величайшую трагедию для себя. Конечно, убийство ребенка в очреве является тяжелейшим грехом и строго запрещено. Но некоторые как будто специально не говорят ребенок, а говорят плод. Как будто в животе у мамы что-то такое вот еще нечеловеческое. Или еще говорят, что когда ребенок совсем-совсем маленький, вот еще там на стадии эмбриона, что это как бы даже не человек. Смотрите, как пишет апостол Павел. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоворил и так далее. Ну, смотрите, избравший меня от утробы матери моей. То есть, в утробы матери еще находился, Господь уже избрал. Или, смотрите, как пишет псалмопевец Давид. Ибо ты, ну, Бог, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои и душа моя вполне осознает это. И далее, смотрите. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни. То есть, когда еще зародышем был, а уже, собственно, ребенок как-то видит Бога. Как это, мы, конечно, не знаем. Но, в принципе, можно было бы считать дни рождения и дни нашей жизни, даже, наверное, было бы так справедливо, с момента, собственно, на зачатии, когда уже зародыш. И когда, собственно, происходит выкидыш, мы говорим, что этот ребенок, он существует, и душа его находится в вечном блаженстве. И, безусловно, при всеобщем воскресении мертвых, ребенок та же это воскреснет. Так что, друзья мои, не поддавайтесь на эту совершенно ужасную, лживую пропаганду о том, что, дескать, в очреве мамы это еще как бы не человек, не ребенок. И, конечно, также не нужно поддаваться этому страшному злу о том, что, дескать, я сама могу определять, давать этому ребенку жизнь или не давать. Нам такого права определять, кто будет жить, а кто не будет жить, никто не давал. Ну и последнее. Иногда говорят, ну зачем нужно рожать ребенка, ну, предположим, он там больной, чтобы он страдал. Но почему мы тогда вот по такой логике не возьмем, предположим, всех детей, которые больные уже существуют, даже от которых, может быть, отказались от родителей, давайте все ко всем, к этим детям применим эвтаназию. Ну, предположим, вкусно их покормим, а потом усыпим. Нет, вы все понимаете, что это убийство. Если кто так сделает, он будет осужден за убийство и получит достаточно длительный срок лишения свободы. А почему здесь тогда по-другому? А какая разница, что ребенок родился и что ребенок еще вообще его матери, если там и там ребенок? Так что помните, друзья мои, за редким исключением, когда есть правда несчастные случаи, как в случае с маточной беременностью, детский убийство является тяжелейшим грехом. И даже мама, которая, собственно, подверглась, собственно, прерыванию беременности в случае внематочной беременности, все равно также обычно потом идет на исповедь. И хоть она ни в чем не виновата, но она переживает это все равно как грех. Все равно ее душа повреждается. Так что берегите, друзья мои, не совершать один из самых тяжких грехов. И будьте четкими, и не используйте эти какие-то такие лукавые слова, как там аборт, плод. Говорите, как есть. Не аборт, а дето убийство. Не плод, а именно ребенок. Не животное. И этоipes-к Mary. На грех. Почему нет? Эта камера Fund. И если уелось в письме. В これте курт. Наблgravая копия. Эта камеру. минаем –ди и замен. Темächen. Наблит. На específic eh.